День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хэг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И да, я... Я сам заметил, что видео на канале нету, и да, что-то случилось, что-то не то, что-то странное. И скажу вам так, случилось очень много всего, всего очень много. И давайте я просто это перечислю. Первое, у нас на канале день рождения, это приятно, у нас целый год мы, да, мы целый год. Так вот, нет, в этом мире я хочу, чтобы было много морковок и много ягод, окей. Так, а сам мир, вот-вот, что мне хочется, это... Давайте, короткое лето, короткое, да, и то, и другое, давайте запустим. Начнем я просто поиграю и поговорю, что-то, что происходит и что вообще, что-то, что случилось. И знаете, когда вот-вот, бывает, бывает просто, знаете, черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. А потом черная полоса берет черный дробовик, заряжает его черной дробью, садится в черный джип и начинается гоняться именно только за вами. Вот-вот, это... Это, это то, что происходит сейчас. Потому что, ну, первое, я заболел. Второе, у меня ноутбук полностью сломался, то есть полностью на него больше нет гарантии. У меня нет денег покупать себе новые, поэтому я сейчас потихоньку передвигаюсь на мой маленький ноутбук. Но, скажем так, чудес не ждите. Когда новый ноутбук я или компьютер, я, честно говоря, не знаю, это для меня тоже будет сюрпризом, когда это у меня получится. Что еще? Ах, да, я хотел вам на день рождения сыграть что-нибудь на гитаре, сел ее настраивать, у меня лопнула струна. Там тоже у меня все в порядке. Так что это... Мир полон сейчас просто радуги и розовых кроликов и зайчиков, и все-все пушисто. Все абсолютно пушисто. Куда пропали все мои ягоды, изверги? Верните мне ягоды, что за баг. Изверги. Да. И вот почему я не делал видео. То есть сначала я пытаюсь оправиться от болезни, потом я пытаюсь оправиться от шока того, что ноутбука больше нету. И знаете, я понимаю, что это вообще-то не шок. То есть когда-то это должно было настать. Проблема в том, что канал как таковой является, скажем так, пока что хобби. Потому что хобби, это когда в него втыкаешь деньги, да, и занимаешься. Когда это уже профессия, это значит оно приносит деньги. И скажу вам так, канал сейчас приносит денюжку, но ее хватает для того, чтобы можно было бы себе покупать маленькие игрушки на стиме. То есть все игры, там, большие, все подряд я не могу себе позволить покупать. Маленькие инди-игрушки на стиме. Когда большие, я очень часто иду к знакомым, которые себе купили игру. Играю в нее немножко, делаю обзоры. То есть многие-многие игры, которые очень большие и дорогие, это, они не у меня на руках. То есть обычно я, если и могу себе позволить это постоянно, то это очень редко, это очень редко бывает. Поэтому, да, я, нужно было запланировать то, что ноутбук сгорит. Но, это, знаете, пока все идет нормально, ты говоришь себе, ну, хорошо, ну, слава, все, иди нормально, иди дальше. И просто, просто не делай ничего резкого. Но ноутбук сделал что-то резкое. Он взял, сломался. И что? Я думаю, что я потихоньку сейчас все передвину на маленький ноутбук. И пока что на канале не было ничего такого, что требовало бы очень большой графической нагрузки. То есть все прохождения. Хотя, единственное, что Cities XL. И да, да, знаете, вот я только сел, так вот, в смысле, что-то я давно Cities XL не делал. Люди просят, нужно сделать. Тро-ло-ло-ло-ло, да. Притом, это больше даже не мне, это больше вам, извините. Но Cities XL отпадает, потому что она, ну, для нее нужна приличная графикарта. Я здесь сейчас играю, видите, в Don't Starve. И это прилично. Я сейчас еще не проверял, смогу ли я сделать Кенши. Но я надеюсь, по крайней мере, может быть, может, без теней. Хотя, по идее, тени так или иначе были страшноватыми. Может быть, без теней пойдёт или что-нибудь такое. The Bridge, я уже полностью уверен, что меня обогнали по всем этим, по всем параметрам. Так что я просто уверен, вы можете найти где-нибудь, если вы потерялись. Если ждёте, то, ну, подождите, господи. Я её доделаю, потому что там всего лишь два эпизода, я их прошёл. Осталось только записать. Ну, сейчас скачать, поставить, записать, обработать, тролли. Что ещё? Ну, по идее, сейчас говорить о том, что мы собирались делать на день рождения канала, бессмысленно. Потому что это уже как бы так, а? Ну, собирались. Что я вам скажу, это то, что у нас где-то через день, через два мы запустим наш сайт снова. Да, я знаю. Но теперь мы будем... И я знаю, что мы... Я опять повторяюсь. Но теперь мы будем за ним следить. И я там запущу небольшую серию видео. Они очень необычны будут. То есть... Она даже будет меньше игровая. Но там мы все втроём будем. Я и Синкс Чешир. Будем сидеть, играть в одну интересную штуку. То есть я там придумал. Мне помогали люди. Я информировался, как это делать. Придумал, ну и... Посмотрим. Может быть, вам понравится. И сейчас я так на... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я вас жестоко заинтриговал. То есть я... Я просто уверен, что я вас больше запутал, чем заинтриговал. Но ничего. Ну, слишком много хорошей морковки. И что я сейчас... Ах, да. Я хотел цветочки себе собрать. Морковка не надо. Сгенерировал себе мир с морковкой. Морковки теперь бесконечно. Но... 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 Цветочков мало. Жаль. Так, давайте себе сделаем факел. И что ещё? Ну да, сайт, сайт, сайт. Но мы сделаем тут отдельное видео. Что я вам скажу? Это то, что видео я потихоньку собираюсь. Всё-таки через пару дней начинать опять запускать видео. Оно будет, будет. То есть это не то, что я сейчас тупо сяду и... Нету ноутбука, нету видео. Нет, нет. Ноутбук есть, но он... Он с очень ограниченными возможностями. Посмотрим, посмотрим. Что ещё? А, ну, тут день рождения. Ну да, один год канала. И скажу вам честно. Когда мы тогда начинали, мы так побродили по ютубу. И так, ммм... Тысяча подписчиков через год. Это будет ого-го. Сейчас вас уже почти что 24. Это всё... Это так... А? А так откуда вы? Не, мы вам радуемся, да? Но всё равно интересно, откуда вы взялись. И почему вы к нам пришли. И я надеюсь, что, конечно же, это вы пришли к нам из-за того, что мы стараемся, пытаемся делать всё качественно, честно, по-нормальному... Извините. Не зазнаваться. Не зазнаваться. При том, зазнаваться очень тяжело. Скажу вам честно, что в последнее время то, что мы и вправду сели и сделали, это было и вправду интервью с разработчиком Кенша. То есть это и договориться с ним, и сесть записать, и потом нормально подобрать видео, нормально подобрать бэкграунд. И это, это было, скажем, ну, 10% всей работы. Всё остальное было сесть, перевести, при том в грубом, и при том этот перевод, ну, считайте, видео длилось полчаса. Переводили мы где-то 9-10 часов, более или менее прилично. Потом Синкс сел, то есть я не хочу его палить, но у него была помощь, большое спасибо. Он с помощью сел, они привели тот переведённый русский ещё раз в порядок, а потом я ночью сел и 5 часов штамповал этот бедный перевод в сами по себе субтитры, потому что добавление субтитров на Ютубе оказывается сделано через... Вот именно то место, о котором вы сейчас подумали, да. И, знаете, как-то так, ух ты, хочется, хочется ещё раз, а потом так думаешь, господи, боже мой. Всегда помните о том, что мы этим не занимаемся, скажем так, профессионально. То есть мы сели, сделали, и даже если у нас это получается более или менее прилично, это ещё не значит, что мы этим можем заниматься профессионально. То есть это мы себе не можем пока что позволить. Поэтому у нас жизни, работы, у нас проблемы, у нас, как говорится, время, которое должно... Тихо. Товарищ, перестань, перестань, перестань. А всё, хорошо. К чему это я? А к тому, что мы абсолютно нормальные люди. Нет, мы не куплены Steam, мы не получаем огромные бабки, И мы не ездим в золотых Rolls-Royce, не знаю, с колёсами сделанных из алмазов. Нет, нет, всего этого нету, к сожалению. Но что есть, это то, что нам просто-напросто нравится то, что вы к нам приходите, вы нас смотрите, большое спасибо. Конечно же, мы, скажем так, что нас с самого начала-то бесило? Господи, что нас... По-моему, первонахи никогда проблемой не были, потому что первонах это такая вечная вещь. Если есть пустая стена, то человек хочет себя увековечить. И поверьте мне, это было всегда так. Я видел лубяную церковь ещё... То есть, по-моему, ей сейчас уже более тысячи лет. Она всё ещё стоит. И в этой лубяной церкви люди, которые строили, написали «Здесь был Утгард!» И всё. Притом их надписи, то есть, выцарапали в дереве. Их надписи сейчас оградили. То есть, это историческая ценность. Так что, да, первонахи были всегда, и они будут всегда так. Расслабьтесь, не нервничайте. Что сейчас больше всего нервирует? Не знаю, не знаю. А, больше всего нервирует. Ну, это, знаете, это рука об руку идёт со Стимом, с Ютубом. Первое, когда выкладываешь много видео, они почему-то отправляются не всем. Поэтому я опять же вам говорю. Если вы вдруг подумали, то... Сегодня всего лишь два видео. А вдруг он опубликовал четыре? Давай-ка я зайду к ним прямо на канал. И там вы сразу же увидите, пропустили что-нибудь или нет. Также, если у вас такая гениальная мысль... Ммм, я знаю, хорошую игру. А вот бы им в неё поиграть. Например, Magic или Trine. Да, вот бы им в неё поиграть. Давайте-ка я напишу. И буду это писать до... До посинения. Этим людям я советую воспользоваться окошечком поиска. Я понимаю, что я повторяюсь. Но, пожалуйста, пользуйтесь окошечком поиска. Если вы не нашли, сразу же проверите, написали ли вы игру как-то неправильно. Может быть, только одно слово из названия. Может быть, два. Может быть, на другом языке. Попробуйте. Попробуйте. Ну, или просто впишите в поиск Ютуба. А то, если сейчас я говорил о поиске на канале, прямо на канале можно искать в поиске. Там есть специальный поиск для канала. Он в правом верхнем углу. А в поиске Ютуба... Попробуйте всегда написать, не знаю, название игры и летсплей по-русски. Что-нибудь такое. Извините. Итак, я сейчас говорю, 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 говорю. И не знаю, к чему это я говорю. Ну, давайте пройдемся по списку. Пожаловаться вам о своей черной полосе, которая за мной сейчас охотится, я пожаловался. Объяснить, что с каналом сказал. То, что день рождения у нас сказал. Конечно же, я не сказал вам, что мы собирались сделать на канале. Но, скажу вам честно, без ноутбука это сделать очень тяжело. Да, очень тяжело. Насчет сайта я вам сказал. То, что... Извините. Сейчас хлебну чайку. То, что добро пожаловать на сайт всем новичкам. И большое спасибо, что вы все еще с нами. Всем старичкам. Тоже вот сейчас вот сказал. Ставлю галочку. И все, все, по идее, все. Да, я понимаю, что я Don't Starve сейчас перестал делать. Но я сделаю отдельное видео на сам по себе апдейт. Но вы поймите меня правильно. То есть, через некоторое время я просто не могу садиться за некоторые игры. У меня сейчас то же самое с Айзеком. Я не могу за нее садиться. Она выгорает. Знаете, она просто выгорает. И после 50-н-го видео, опять же, тяжело сесть за Don't Starve. Интересно поиграть в новый апдейт. Сейчас добавили зиму. Сейчас намного интереснее. Потому что у нас, по идее, есть такой большой таймер. На котором нам нужно быстренько-быстренько все построить. То, что нам нужно. И подготовиться к зиме. Запастись едой. Запастись одеждой теплой. Все это нужно сделать вовремя. До того, как придет зима. И вооружиться. Что тоже очень важно. Потому что зимой за нами будут охотиться. Зимой свиньи будут голодать и кушать нас. Все будет очень-очень страшно. И очень-очень опасно. И, ну, об этом в, как говорится, отдельном видео по Don't Starve. Давайте еще раз повторюсь. Итак, нас... Да, я сам себя поздравляю. Нас, канал YouTube. Let's play... Let's play по-русски. Я больной, мне можно. Let's play по-русски. Мы себя поздравляем с днем рождения. У нас целый год. Мы старички. Мы уже экспириенса набрались. Мы знаем все про все на свете. Большое спасибо вам, что вы с нами. Большое спасибо, что вы иногда терпите. Потому что иногда все просто таки... Приходится нас терпеть, когда у нас что-то не получается. Когда что-то глючит. Когда что-то не получ... Ну, да. По-моему, я уже про не получается сказал. Но то, что я повторился, это значит просто, что у нас очень часто что-то не получается. И... Да. 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 И я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok.